Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Изи Мьюзик! В этом ролике мы поговорим о правилах гигиены голоса. Как обезопасить себя и свой голос, и как потом петь всю жизнь просто как соловей, и не страдать от всяких травм. Здоровый голос — это голос без зажимов, который функционирует на всем своем диапазоне. Мы начинаем! Вот вам 13 правил гигиены голоса, с помощью которых вы сохраните свой вокальный аппарат в целости и сохранности, и любая болезнь вам будет просто нипочем, потому что у вас просто не будет этой болезни. Любой болезнь. Первое — чередование труда и отдыха. Часто вокальные нарушения возникают просто потому, что человек поет по 8 часов в день, абсолютно не отдыхая, каждый день, и, естественно, он получает в себе вокальную травму просто от переутомления. Есть такие певцы с энтузиазмом, которые, ну, лично у меня в практике они тоже есть, которые просто так хотят петь, так хотят заниматься, что они просто каждый день по 8 часов насилуют свой голос, и потом на занятия приходят охрипшие и говорят, «Наташа, я тут пел весь день, каждый день, и всё». И, конечно же, голос охрипнет, и тут даже дело не в технике, и даже дело не в том, насколько ты правильно поешь. Реально, даже если ты правильно поешь, голос может уставать, и это в порядке вещей. Поэтому, естественно, если вы трудитесь, то вам, конечно же, нужен и отдых. Второе — оптимальное время для тренировок, количество времени. Это три часа с перерывами после каждых 45 минут. Да-да, занимаясь по 8 часов, вы не улучшите свой голос, вы не станете круче петь, вы просто устанете и потом требует эти травмы. Поэтому дозируйте время в ваших занятиях и светите его до трех часов в день. Третье — сольные концерты по часу-два часа без перерыва. Конечно, зачастую артисты устраивают себе их трехчасовые концерты, но стоит учитывать специфику этих концертов, да, насколько артист отдыхает. Я была на многих концертах, и я видела, как артисты уходят на перерыв, там, да, может, там до 10 минут будет, там, возможно, инструментальный кусок они в концерт вставят и просто сделают певцу перерыв. Это нормально. В общем, если грамотно распределить свой сет-лист, то можно петь и три часа, да, чтобы вы распределяли сет-лист, там, первое, там. Простая песня, потом сложная, две простые, потом две сложные, да, чтобы вы успевали немножечко отдохнуть, потому что петь три часа без перерыва — это, ну, я могу вам сказать, что это просто очень трудно. Конечно же, нужен будет перерыв. А так сольные концерты можно петь по часу-два без перерыва. Четвёртое. После концерта вокалист должен отдыхать двое суток. Конечно же, есть исключения, когда ставят там два концерта, два дня отдыха, но если вам ставят концерты каждый день, вы на гастролях, то просто бейте тревогу и разговаривайте со своим менеджером. Вы очень устанете, и просто каждый концерт последующий будет проходить менее качественно. И вспомните о Деле. Есть очень много случаев мировых звёзд, когда они просто в бешеном графике теряли голоса и очень долго восстанавливались. Например, Адель, и у меня есть отдельный ролик про вокальные травмы, где я рассказываю про звёзд, которые теряли голоса, и у которых были очень серьёзные проблемы с голосом. Поэтому не запускайте себя до такого уровня, и берегите себя, и отдыхайте. Но не перебаржьте, конечно, работать тоже надо. Пятое. Не пойте с ОРФИ фарингитами, ларингитами. Часто серьёзные вокальные травмы возникают из-за того, что вы просто поёте, будучи больным. И этот процент очень большой, поверьте мне. Вначале вы думаете, так, мероприятие важное, я точно должен спеть, пусть у меня там и ларингит, и фарингит, но я спою, вот. А там, как бы, ничего страшного, вылечусь. И тут-то было. А потом вы будете бороться с кровоизлиянием в голосовые складки, или, не дай бог, с параллечом, и потом просто потеряете ещё больше концертов, и будете просто тратить годы на лечение вашей проблемы. И зачем оно вам надо? Поэтому... А-та-та! Начало голосовой нагрузки после 2-2,5 часа после еды. Когда вы едите, ваш желудочно-кишечный тракт вырабатывает желчь. По-другому это рефлюкс называется, который оказывает токсичное действие на ваш аппарат. Поверьте, оно очень токсичное. Я знаю, как бы, у меня есть ученики, которые боролись с этой проблемой, и у которых вы находили этот рефлюкс. Причём, когда, кто-то, подумать, желудок и вообще, там, голос, как это связано, на самом деле, напрямую. И поэтому, чтобы, да, избежать этой проблемы, кушайте, там, за 2-2,5 часа, а потом уже поите, чтобы у вас просто не пошёл рефлюкс наверх. Поэтому дайте пище просто перевариться. Седьмое. Соблюдение диеты. Отказ от раздражающей еды. Это, там, кислое, острое. И, конечно же, от очень холодной, либо очень горячей еды. Ну, тут, ребята, ещё раз повторю, смотрим на пункт выше про рефлюкс и кушаем правильно. Но если вы хотите попеть, то, конечно же, всякое раздражающее, да, потом даст себе знать. Восьмое. Разогревайте голос перед выступлением. Нет, не коньяком, а разогревающими упражнениями. Всё как в спорте. Вначале разминка, а уже потом нагрузка. То есть, ну, если вы спортом занимаетесь, вы же не будете сразу тягать статилограммовую какую-то штангу. Да, вы разомнёте, разогрейте свои мышцы. То же самое с пением, да. Делайте какие-то трели, делайте сирены. Ну, вы можете, конечно, более полную тренировку сделать голоса, но голос достаточно просто на всём диапазоне пофункционировать, чтобы достаточно хорошо разогреться. Дебятое. Не пойте в очень холодных условиях, если быть точным. Если, там, верно, улице меньше 14 градусов по Цельсию, избегайте пения в очень загазованных, очень влажных помещениях. Это может привести к отёку слизистой и продуцированию большого количества слизи. Десятое. Не рекомендуется петь во время менструации примерно три дня. Во время менструации у девушек очень сильно меняется уровень гормонов, что приводит к отёку слизистой. Понятное дело, что вы же не отмените концерты, если, там, у вас гастроли, да, в эти дни. Но нужно быть очень провелициательным, да, чтобы распределять нагрузку определенным образом, чтобы не перенагружаться, потому что иногда это приводит к кровоизлиянию в голосовый склад. И в этот период голос, конечно же, достаточно слабый и сиплый. Наверняка девушки наблюдали за собой такое, если начинали петь критически. Одиннадцатый. Отказ от вредных привычек курения и алкоголь. Конечно же, я не могу запретить всем певцам курить и пить. Некоторые даже сделали карьеру на своем пропитом или прокуренном голосе. Но вы должны понимать, что, конечно же, конечно же, на голос это скажется, если вы будете совмещать курение и алкоголь с вокальной нагрузкой. Но, конечно же, некоторые делают это своей фишкой, там, как Майли Сайрус, либо какие-то рокеры, да, которые все ни по чем. Но, ребята, давайте быть честными, что, конечно же, голос не вечен, и надо, если вы хотите долгую классную карьеру, то, конечно же, это вредит голосу. Но, думаю, в разумных количествах это, как сказать, не будет глобально сказываться, но имейте в виду. Двенадцатая. Длительность рабочей недели у людей голосовечивых профессий не должна превышать 23-24 часов. Опять же, вернемся к пункту про режим труда и отдыха. И, кстати, даже профессия учителя может считаться достаточно опасной, так как наши учителя работают по 8 часов в день, и это достаточно опасно для голоса. То есть, голосу нужен отдых, да и, честно, могу сказать, я сама этим грешу, но я, конечно же, проверяюсь у фониатора регулярно, потому что это очень опасно нагружать так сильно голос. Я иногда работаю с учениками, могу день по 10 часов работать, и это реально очень сложно для голоса. И, конечно же, тринадцатым пунктом будет профилактический осмотр у фониатора раз в 6 месяцев. Ну, в лучшем случае, да, но если не получается, то раз в год. Собственно, это как раз помогает следить за нашим аппаратом, да, не просто, там, не знаю, в период болезни, да, но и просто отслеживать аппарат, если вы работаете со своим голосом. Мне тут рассказали историю, что человек сходил к фониатору просто на профилактический осмотр, ему сказали, а что ты пришел? Ну, типа, люди записываются, когда только болезни, какие-то есть, либо что-то беспокоит. Ребята, не ходите к таким фониаторам, потому что профилактика голоса, она крайне важна. Обязательно найдите в своем городе грамотного специалиста, который будет наблюдать за вашим голосом. Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал, если вам понравился этот ролик. И, конечно же, не забывайте писать в комментариях, чем грешны вы. Это просто как маленькие наставления, чтобы просто, ну, сделать свой голос более здоровым. Конечно же, здоровый вокалист — это здоровый человек. Всем здоровья и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok